Какие люди! Господин вице-президент, мне приятно с вами встречаться. Мы давно знаем друг друга. Вы хорошо знаете Беларусь. Мы начинали с нуля. Во времена жизни нашего общего друга Угачависа немало сделали. Но не по нашей вине, не по вине Беларуси и Венесуэлы произошла определенная пауза в наших отношениях. Они были, эти отношения, но не такие интенсивные. К счастью, мы не потеряли те направления, которые были определены ранее в нашем сотрудничестве. И главное, о чем я хотел бы вам сказать, господин Менемес, мы готовы к более интенсивному, самому интенсивному сотрудничеству с Венесуэлой. Наши возможности вы знаете, они вам нужны. И технологии, и другое. Надо начинать. Я думаю, что в ходе вашего визита нынешнего мы определимся, с чего начинать восстановление нашего сотрудничества. Я думаю, надо задействовать все те программы, которые когда-то нами были определены. Все в теме. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, присутствовал и активное участие принимал в формировании тех программ, которые сегодня сохранены. Еще раз хочу подчеркнуть, все, что мы тогда предлагали, и то, что мы с вами намечали, оно востребовано в Венесуэле. За прошедшие годы в мире произошли значительные изменения. Одно из основных, очень ярких событий – это ваш суверенитет и независимость. Вы просто молодцы. Вы отстояли страну. И нынешнее поколение венесуэльцы будут благодарить всегда. Вы защитили страну. Вы противостояли, можно сказать, всем. Всем противостояли и выставили. Венесуэла сегодня имеет величайшее уважение во всем мире. Вы даже себе представить не можете, насколько уважают вас нынешнее поколение политиков в Венесуэле во всем мире. Мы относимся к тем странам, которые очень уважают ваше мужество и вашу стойкость в отстаивании суверенитета и независимости. Поэтому, я думаю, нам надо провести ревизию всех наших проектов и что-то добавить. То, что сегодня не актуально, исключить из плана наших действий, актуализировать нашу дорожную карту, которую мы когда-то с вами определили. Большое спасибо, господин президент, за возможность встречи со своей стороны. Хотел бы передать огромный привет от президента Николаса Мадуро и его теплоту, и его восхищение вами и белорусским народом. Мы очень любим и восхищаемся Белоруссию. В свое время командант Эугачавес научил нас любить и восхищаться Белоруссию, ее народом. И речь идет не только о героическом, историческом прошлом вашей страны, но и о вашем видении на будущее. Именно президент Мадуро отметил, что и Беларусь, и Венесуэла являются архитекторами нового мира, продвигают политику мира, где нет места ни санкциям, ни агрессии. И он попросил меня передать вам его пожелание провести в ближайшее время личную встречу с вами и обсудить вопросы нашей двусторонней поездки.